Постукивая, ощупывая, замеряя, специалисты выявляют слабые места в механизме подъемника. От надежности лебедки, редуктора, тяговых канатов и других деталей зависит безопасность жильцов, и обследовать их нужно регулярно. В случае с домами ЖУ-3 случился Аврал. Управляющая компания вовремя не провела необходимую работу. Сейчас ей нужно заключение о состоянии кабин. Из остановленных 24 лифтов уже обследовано 15. Ни один из них заменять не нужно, но ремонт все-таки необходим, утверждают специалисты. Часть этих лифтов требует действительно капиталовложений по устранению с замещанием, серьезных. А часть лифтов требует просто проведения небольшого ремонта, который уже силами лифтовых организаций можно будет провести без значительных дополнительных капиталовложений. В ежемесячной плате за лифт такая статья просто не предусмотрена. Она распределяется между компаниями. Одни из которых следят за движением лифтов и содержат лифтеров, другие занимаются аварийным ремонтом и техобслуживанием. Третьи выдают заключение о состоянии кабин. Все деньги поделены, перераспределять их на непредвиденные расходы невозможно. В среднем с лифта наша организация получает 3000 рублей. К примеру, заменить ту же самую лебедку, главную приоритетную лебедку, это 100 тысяч рублей. То есть, если мы на каком-то лифте заменим лебедку, это значит, мы три года будем бесплатно проводить техобслуживание ежемесячно. Вместе с тем специалисты утверждают, о критическом состоянии лифтов речи не идет. ЖУ-3 могло и не отключать подъемники, но руководство организации просто решило подстраховаться. Однако прокурорская проверка, из-за которой все и случилось, еще раз напомнила о проблеме изношенности лифтов. В Абакане около 70 кабин отработали свой срок. Есть предложение, чтобы фонд капремонта брал кредиты и производил замену устройств, однако займы сейчас слишком дороги. Нужно искать варианты бюджетного финансирования, уверен директор фонда. Вот колхозная 45, то, что сейчас мы выполняем, 5 лифтов меняем, там как раз муниципалитет почти полтора миллиона выделил на то, чтобы в этом году отремонтировать. Республика выделила более 2 миллионов, почти 4 миллиона Российская Федерация, федеральный бюджет. То есть ситуацию менять можно, но сначала нужно понять все-таки объем требуемых средств. На сегодня практически в большинстве домов ЖУ-3 запущены подъемные устройства. Как заверили в управляющей компании, необходимый мелкий ремонт сделан, капитальный будет производиться позже. Представители ЖУ-5 не исключили, что для этого придется повысить тариф. Каким будет этот рост, будет решаться вместе с жильцами.